Привет, друзья! Вы смотрите канал Около Музона. И сегодня у нас будет обзорчик вот такого тюнера KORG. Этот тюнер я купил рублей за 500, там 400 с чем-то, в общем, по акции, по скидке. Фишка этого тюнера в том, что он крепится к гитаре при помощи магнита. То есть, как я понимаю, на колок. И он очень маленького размера, плюс KORG на данный момент, мне кажется, самый крутой тюнер. Потому что, смотрите, у меня был вот такой тюнер DADARIO. Ну или Planet Waves еще они продаются, но вообще DADARIO. И он просто глючит, то есть он иногда экран выключается, плюс он не точно показывает строй. То есть, ну точно, но тяжело настраиваются по нему струны. В общем, весь он какой-то кривой, батарейку жрет быстро. Ну, в общем, вообще мне не понравился этот тюнер. А вот этот тюнер, я не знаю, ему уже очень много лет. Вы можете на канале посмотреть видос, где обзор на этот тюнер. И примерно прикинуть, сколько ему лет у меня уже. Вот. И он просто супер работает. То есть, вот этот тюнер, он супер крутой. Единственный минус у него, то что он только 6 струн настраивает, грубо говоря. То есть, он не хроматический. То есть, нельзя в пониженном строе в каком-то настроить. То есть, другую какую-то ноту. То есть, только 6 струн гитары. В классическом строе MI. Вот. Ну и давайте приступим к обзору вот этого корга. Значит, распакуем на камеру. На камеру распакуем. Так. Что это у нас? Тюнер. Так. Какая-то бумажка. Но эта инструкция, она, я думаю, нафиг не нужна. И батарейка. Ну что, давайте попробуем вставить. Так. Блин. Батарейку хрен еще откроешь так просто-то. Ага. Так, ладно. Давайте сначала тюнер посмотрим. Тюнер просто даже не запечатан. Вот такой вот тюнерок. Так, сейчас мы его... Ага. Вот он. Вот такой вот он с обратной стороны. Тоже он, по сути, настраивает, я так понимаю, только 6 струн. И вот у него вот здесь вот магнитик сбоку. Видите? Вот этот вот. Так. Ну что, батарейка-то нам откроется. Так. Давайте посмотрим. Плюс наверх. Вот, просто она открывается и вставляется. Так. Ну что, включим. Что-то загорелось. Что-то загорелось. Ну, надо теперь на гитаре, я думаю, попробовать затестить. Так. Поехали. Значит, по идее, по идее, он ставится на обратную сторону грифа. Вот сюда. Вот так вот. Слушайте, ну он что-то очень слабо магнитится. Блин, может, у меня телекастер просто такой. Ну да, вообще, вообще еле-еле. Блин, мне это не нравится. Почему так? Кстати, сейчас посмотрим. Он еще поворачивается, по идее. Ага. То есть я могу направить его на вас, например, вот так вот. Так, сейчас, секунду. Но он просто не держится. Я не знаю, что за фигня. Так. Так, си настроена. Соль. Так, ну что-то пока не пойму. Ну, как-то вот он. А-де-ля настроили. А-ре. У меня, наоборот, зеркальное отображение что-то получается. Я пока не пойму, как настраивает. Чего-то пока непривычно. Так, давайте-ка сравним с моим тюнером. Блин, его надо тоже как-то одеть, чтобы вам его видно было. Может быть, просто вот так заколок. А как так одеть, вот хрен знает. Вот, кстати, тоже минус вот этого тюнера, карга, что он получается только в одну сторону. Он его нельзя повернуть в одну сторону смотрит. Блин, ну этот магнитный, он реально падает. Это какая-то фигня вообще. Я что-то не понял этого прикола. Так, а на этом что? Чуть-чуть отличаются, смотрите. А, это просто таит. Да, с шестой струной всегда проблемы. Не пойму. Так, ну то, что он не магнитится, меня, конечно, очень сильно напрягает. Хотя вот к этому, может быть, колки такие тут. Вот здесь вот он хорошо магнитится, вот к этому, сверху. А вот с этой стороны плохо. Так, попробую-ка я сейчас на другой гитаре. Вот сзади у меня стоит Aria Pro 2. Сейчас попробую ее подключить. Так, давайте посмотрим. Блин, ну тут тоже вяло. Вообще тут просто плохо. Ну, я не знаю тогда, к чему его магнитить. Вот к этой штуке, что ли? Ну, это нет. Вроде там даже было, где-то я смотрел обзоры, что он в задней панели коннектится. То есть, вот к этим верхним штукам он хорошо магнитится, прям мощно. А вот сюда, вот с задней стороны, как бы получается, ну вообще ни о чем. Я не знаю, ребят. Просто не коннектится. Так что, друзья, не знаю даже, что-то этот тюнер не очень зашел, получается. Единственный плюс, что он вот так вот поворачивается, как бы. То есть, вот эта штучка, она вот вращается, как бы. То есть, его можно повернуть, как бы, в любую сторону. Вот относительно крепления магнита, она поворачивается. То есть, можно его сделать. Но, если он не крепится, то тогда, как быть-то, ну вот сейчас, вот к микрофонной стойке он достаточно плотно крепится. Блин, а к гитаре хреново. Я не знаю, народ, почему так. Может быть, какие-то специальные тут колки должны быть, которые из другого металла, который хорошо магнитится. Я хрен знаю. Ну, в общем, поэтому, что-то тюнер этот ни о чем. Я его использовать, получается, не смогу. Он будет постоянно падать. Так, если только дома, например. Допустим, вот так вот он нацепил дома. И что-то там настроил, да, получается. Сейчас я попробую, кстати, настроить. Сейчас, секунду. Так, вот он. Вот так, вот, допустим, я дома вот так хочу настроить. Интересно получится. Так, сейчас вам уже видно будет. В принципе, вроде ничего такого он строит. То есть, вроде удобный, вроде чувствительный. Просто главная фишка его, что он на магните, как бы, и он не магнитится нормально. Я не знаю. Не, ну, в принципе, для домашних вот шестую струну очень плохо. Ну, да, так вроде настроил, но, в общем, не знаю. Только для домашнего использования. То есть, лежит он на столе, допустим, ты его быстренько так взял, раз, что-то подстроил и положил. Вот. Кнопка выключения, ну, такая нормальная, более-менее удобная. Ну, в общем, такие дела. Вот такой вот тюнер. Не знаю, даже не могу вам его посоветовать, потому что он реально не магнитится. Может быть, у меня гитары какие-то две не такие, я не знаю. В общем, народ посидел я еще с этим тюнером, посмотрел. И он крепится ко всему хорошо, примагничивается, кроме колков. То есть, я нашел, в принципе, такое место на гитаре. Это вот эта вот штука. То есть, вот эта вот железная штуковина. И к ней, в принципе, можно вот так вот его прикрепить. Вот он нормально держится. Вот. То есть, вот тут он держится достаточно плотно. То есть, и по нему уже можно вот так сверху, ты видишь, и вот настраиваешь гитару. В принципе, для дома норм. Но вот для выступлений, наверное, это неудобно. Потому что, как он тебе будет мешать, ты не можешь, да, не переключить ничего. И можешь его сбить вот так рукой. То есть, это только для домашней истории. Вот. Даже вот на стриплок он более-менее крепится хорошо. Но тут он как бы, ему некуда встать, нет площадочки. Вот. Но так вот он магнитится неплохо. То есть, колки, видимо, из какого-то такого материала, что они не магнитятся. Он даже вон к струнам магнитится. А, еще хотел сказать, что вот яркость экрана у него достаточно слабоватая, на мой взгляд. То есть, вот на этом тюнере ярче видно вот эту точечку красную. Вот. А здесь желтая такая еле видная. И вот сейчас достаточно светло в комнате. И просто ее очень плохо видно, что там настраивает. То есть, например, если выступать в солнечный день на открытом воздухе, то ты вообще не увидишь, что он там показывает. То есть, он очень блеклый. Вот. Поэтому... То есть, короче, смысл в том, что это просто игрушка. То есть, это такая прикольная игрушечка. Просто магнитится, маленькая такая, но абсолютно неприменима для профессионала. То есть, вот, например, вот этот тюнер, он реально, я его очень долго... Сейчас у меня уже в педалборде тюнер, политюн. Но вот этим я тоже очень много пользовался. То есть, реально на сцене, везде он очень удобный. И очень точно настраивает. И очень чувствительный. Вот. Вот этот же какой-то такой, очень средненький. И, в общем, просто игрушечка такая. Ну, друзья, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Кстати, напишите, вам понравился такой обзор. Делать еще в дальнейшем такие обзоры или нет. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok